Евразийская перспектива. Рассказываем мы о преимуществах интеграции как для государств-членов, так и для граждан, проживающих в странах пятёрки. Это вторая часть эпизода о промышленной кооперации. Сегодня обсудим внедрение роботов в промышленность на пространстве ЕАЭС. Суждался вопрос разработки межгосударственной программы развития робототехники, в том числе внедрения роботов в промышленность. Какие компетенции в этом вопросе может предложить наша страна? Немного затронули тему качественной IT-отрасли в Беларуси. Есть ли уже успешные кейсы в нашей стране? Есть кейсы, но ещё раз я подчеркну, к сожалению, мы их реализовали часто на продуктах западных, которые нам и предлагали, навязывали в каком-то смысле в разном формате. Конечно, они были более выгодны, и с этой точки зрения айтишники, вот даже парк высоких технологий, они формировались по принципу такому коммерческому. Ничего личного, как американцы говорят, главное – деньги. То есть вот там маржинальность выше, поставка, так сказать, каких-то продуктов, функционала, компетенции, допустим, для западных компаний. То есть мы, да, поставили туда это. 90% всех услуг парка высоких технологий – это работали на экспорт, как правило, Великобритания, Соединённые Штаты Америки. То есть мы формировали наши компетенции, цифровизации, к сожалению, по остаточным принципам. Да, прошло, так сказать, вот это переосмысление. Сегодня новая администрация ПВТ, она делает огромное усилие и востребованное усилие сохранить, так сказать, компетенции, мотивировать компетенции наших отечественных программистов и направить их на потребности. Но еще раз говорю, вот цифровизация – такое емкое понятие, да, то есть она является основой для робототехники, для, так сказать, вот внедрения. Но тенденция, вот эта тенденция на свое, она работает. В Белоруссии определено куратор, координатор от Министерства информации и связи, да, они являются руководителем и государственной программы. Аналогичный проект делается в Российской Федерации, аналогичный проект делается в рамках союзного государства, и этот же тренд реализуется в рамках Еврозеса. С точки зрения будущего, ну, наверное, так сказать, еще раз говорю, у нас есть мозги. У нас есть мозги, у нас есть кластерные возможности формировать, то есть это обучающие, так сказать, центры, переподготовка, подготовленные специалисты. Есть поле применения, то есть промышленность, да, так сказать, это будет реализовано. Ну и, в принципе, кейсы достаточно удачные. Я приведу просто на взлет те, в которых я лично не только видел, а принимал участие. В Левпроме там Белвест прекрасный проект, вот реализуется, он тиражируется, собирается и уже несколько лет в рамках Левпрома, как таковое, на других предприятиях. Машиностроение практически во всех предприятиях крупных, таких брендовых белорусских, сформированы вот системы цифрового проектирования, мультимедийного, так сказать, прогнозирования. В Академии наук объединенного института проблем информатики создан и институт машиностроения, да, то есть два центра. Созданы прекрасные полигоны, сформированы центры компетенции в прекрасной сфере, так сказать, уже цифровизации, более емком понятии. Ну вот недавно еще, когда Назаров был вице-премьером, он проводил, так сказать, лично курированный проект, и каждое министерство, каждая отрасль отчитывались по внедрению ERP-систем, PLM-систем в промышленности. И я на большинстве этих, так сказать, отчетах участвовал, принимал участие, то есть мы готовили тогда и кадры, так сказать, готовили в этом направлении. Я вам скажу, что компетенции или будущее есть и имеют очень хороший задел для, так сказать, дальнейшего роста и для создания технологической независимости в этом направлении, что является даже более ключевым моментом, более важным, чем сегодняшняя данность. То есть именно вот тренд, тренд достаточно доброжелательный и позитивный. Финансирование промышленных проектов, одна из таких новых фишек Евразийского экономического союза, поступает уже предложение от предприятий стран ЕАЭС. Вот насколько, на ваш взгляд, этот новый механизм будет удобен для предприятий пятерки? В конце прошлого года он был уже формализован, так сказать, руководством ЕАЭК комиссии был доложен, так сказать, и деловому сообществу, и руководителям наших стран. Суть проекта – это леготирование кредитных ставок получения, так сказать, на данный проект. Там несколько есть условий. Условия, что должны быть не менее трех, так сказать, партнеров. То есть не одна Беларусь инициирует страну или Россия, а должны бы, так сказать, несколько коопераций для государства. Вот. И ставка леготирования, льготная ставка должна быть не более 6%. В принципе, ну, с учетом ставки РЕФа, особенно в Российской Федерации, это хорошие проценты. То есть вот это хорошие новости. Не очень хорошие новости, в принципе, объем финансирования. То есть, в принципе, каждый год на вот это леготирование вот этих процентных ставок сумма составляется где-то порядка 20-20 миллионов долларов США. Да, вроде как большая сумма, так сказать. И с учетом того, что это не основная линия кредита, а это все-таки леготирование кредитной ставки, можно профинансировать проектов условно в год на 1 миллиард долларов. Да, вот тоже можно отнести к позитиву. Но если мы посмотрим, а сколько надо, то ситуация говорит о том, что это явно недостаточно. Ну вот, с точки зрения вообще ЕГЭК провел большую очень работу. Да, она бюрократическая, да, она иногда работает на полку условно, да, создается нормативная база какая-то, стратегические проекты, тактические проекты. Была создана карта или проект индустриализации, куда на данный момент где-то 158 проектов вошло, да, вот этих глобальных, которые под этим критерием подходят. 158, так сказать, еще можно что-то говорить, достаточно, наверное, профит, там есть инфраструктурные и конкретные проекты, в том числе и состанкостроения. Но профинансировать вот в этой сумме, которая идет, так сказать, на эту сумму выделенную, эти 20-20 миллионов, можно всего лишь на 1 миллиард долларов США. Сумма большая, но востребованность вот этих 158 проектов 700 миллиардов. То есть явно недостаточно, но голову посыпать пеплом неправильно, это как один инструмент. В Российской Федерации и в Беларуси, да, через институты развития, там, банк развития, есть и новые инструменты. Допустим, в тот же, так сказать, фонд поддержки промышленности в Российской Федерации, он уже за 1 триллион российских рублей. Промышленный лизинг, который тоже сейчас изучается с точки зрения возможности использования и в Республике Беларусь. То есть различные проекты по кооперации, я говорил, импортозамещения, которые имеют свои особенные условия финансирования. Сегодня мы говорим о том, что необходимо подключить и с точки зрения спики, так называемые специальные инновационные контракты. У нас есть аналог свой, в России свой, есть государственные программы, национальные проекты, так называемые. У нас есть проекты будущие. И сумма там идет, ну, по нашим масштабам, дай бог, чтобы мы это реализовали, космические. То есть, да, ту же микроэлектронику Российская Федерация промониторила, или, так сказать, обозначила, что только лишь государственное финансирование будет порядка 1 триллиона долларов США. Правда, на десятилетку, да, но сумма сопоставима с китайскими и с американскими США инвестициями. Поэтому дорогу осилит идущая, как говорят китайцы, да, то есть есть возможности. В том числе, в том числе, это вот проект легатирования в рамках Евразеса. Но это не только один инструмент. Да, еще раз говорю, то есть фактически обозначены проекты, которые прошли межгосогласование. И это, как бы, дорожная карта, пример создания других надстройщих структур. Ну, например, недавно белорусский премьер-министр Роман Головченко, он выдал, так сказать, идею, ну, не идею, а пожелание, что вот эти проекты могут служить в качестве основы или поводом для создания транснациональных корпораций, предприятий в рамках Евразеса, да, то есть которые могли уже по финансовому инструменту, по рынку, а мы говорили, что рынок оцениться сотни миллиардов долларов, сотни миллиардов. То есть фактически сегодня вопрос не только произвести, а вопрос стоит и продать. Вот вторая составляющая, она, в принципе, достаточно емкая. Поэтому, в принципе, и с этой точки зрения, ну, есть где работать и над чем работать, да, и эта карта или дорога, она, так сказать, ну, достаточно длительная и понятная, с указаниями, с километражом, так сказать, с пунктами, так сказать, отдыха, да, в кавычках, так сказать, какими-то, так сказать, местами релокации. Поэтому, еще раз говорю, что вот те уроки, которые мы получили в 20-х годах, да, в 22-м году, так сказать, ковид тоже надо относить к этому урокам, да, то есть, кстати, тоже вот ковид, это не значит, что только СВО привело. Вот 20-й год, 21-й, 19-й год, падение было порядка 10-ти процентов к операции, да, то есть все замкнулись себе. Это белорусский президент сказал, нет, никаких, так сказать, локдаунов не будет, то есть продолжаем работать. Но большинство стран подавляющее, они все-таки ушли в локдаун. Теперь мы видим, и они видят, что белорусское решение было правильным. Ну, потери произошли, да, поэтому тоже с этой точки зрения это является уроком. Вот, резюмируя вышесказанное в нашей программе, мы видим и уроки ковида, и санкционные уроки. Есть ли будущее сегодня у промкооперации в рамках пятерки? Подчеркнем, промышленная кооперация или промышленность как таковая является основой драйвера, независимости, драйвером роста ВВП в том числе. Я подчеркну тоже цифры, раз мы много сегодня цифр проводим. Вот те же стагнирующие экономики ФРГ, которые были, так сказать, драйвером в Еврозеспо, в Европейском Союзе, по крайней мере в Европейском, да, сегодня они показывают минусовой рост, минус 0,1 по полугодию процента, да, 5,5 процентов за 7 месяцев. Последние эстетические данные в Беларуси. И основой является промышленность в том числе. Это обеспечение рабочих мест, тоже 20-25 процентов. И, в конце концов, независимость, да, то есть мы все гаджетами пользуемся, мы все ездим на транспорте, да, посмотреть на троллейбусы, автобусы, электроавтобусы. Кстати, тоже одна из программ электротранспорта, да, которая является, было создано и инициировано белорусской стороной, а сегодня этот проект, он уже мультиплицируется на Еврозес в целом, да, тоже как пример. Поэтому с этой точки зрения, и надо понимать, кроме того, что промышленность драйвером, реализовать компетенции в рамках одной страны, ну, достаточно сложно, достаточно, я бы сказал, даже невозможно. Поэтому во многих странах, вот в странах, особенно Китайская Народная Республика, Юго-Восточная Азия, у них уровень кооперации, промышленная кооперация составляет, ну, по крайней мере, более 50%. У нас он, вот я же говорю, по России тоже 50% достигает. Поэтому если нам удастся выстроить взаимовыгодные, а тут насилие вообще не примется ни в каких условиях, потому что нет госпланов в советском понимании, то действительно вот эта кооперация в рамках Еврозес, это является шансом не только достичь технологического церенитета, это является шансом и роста ВВП для всех стран-членов Еврозес. Более того, по другим немножко причинам, да, то есть это опять-таки санкционно вызвано, но именно там в Армении, в Казахстане, в Узбекистане, да, вот и в России, в том числе, Беларусь, само собой, именно промышленность после 22-го года является драйвером, да, там рост состигает даже больше, чем в Республике Беларусь. Но я еще раз объясню, так сказать, для наших слушателей, зрителей, причину это не потому, что сохранили компетенции в постсоветский период, а потому что релацировались многие компетенции из-за санкций. То есть это разное понятие. Мы – это наши родные компетенции, да, а там компетенции за счет, так сказать, ну, других условий, да, уход с санкций. Да, это сложнее сейчас. Санкционная политика направлена на вторичные, так называемые, санкции, да, так сказать, но если мы создаем свои компетенции, то никакие вторичные санкции нам будут не страшны. Вот это тоже, так сказать, вопрос принципиальный. Это была «Евразийская перспектива». Увидимся!